На днях физкультурно-спортивный комплекс ГТО отметил 90-летний юбилей. Система эта, повсеместно распространенная на территории СССР, сейчас начинает становиться популярной. Открываются специальные центры для сдачи нормативов, значки, получают целые семьи и с каждым годом число сдавших. Норма ГТО растет. О том, как обстоят дела в Орловской области, что нужно знать о нормативах и кто может получить заветный значок. На эти вопросы готов ответить Валерий Бойко, посол ГТО в Орловской области. Валерий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу начнем с того, что за зверь такой ГТО. То есть в советский период это одно, сейчас что это есть такое, чем отличается и отличается ли? Ну, ГТО это Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. В принципе, на данный момент он является таким модулем, где вы можете просто-напросто подготовиться, сдать и, как минимум, узнать свою физическую подготовность на данный момент. В начале, как и всегда, идея очень простая. Это сохранение и здоровье нации. Ну, он достаточно молодой, вот в новой истории, этот комплекс ГТО, он, по-моему, с 2014 года у нас появился. Почему решили возобновить? Что вот подтолкнуло? Ну, первое, в 2014 году, как вы помните, была Олимпиада, все были на таком очень позитиве, и Владимир Владимирович Путин предложил расширить все это и сделать спорт массовым, и включить это в национальный проект гемография, спорт, норма жизни, и предложить, чтобы все-таки возродить этот комплекс ГТО, ну и спортивное сообщество это поддержало. Как ГТО пришел на Орловщину? С чего все начиналось? Сколько у нас сейчас центров? Несколько ребят собрались, подали заявку во Всероссийский, им сказали, что нужно сделать, какие нужны документы, какие нужны спортивные сооружения, и первый региональный центр тестирования появился у нас также совместно, будем так говорить, в разработке с Управлением по физической культуре и спорту Орловской области. Он начал работать тоже совсем недавно, а сейчас, на данный момент, за несколько лет у нас 21 уже центр тестирования. Ну это, наверное, как показатель того, что все-таки у вас требовано это все. А в этом и получается. Для того, чтобы большое количество ребят, взрослых, детей тестировать, нужны центры тестирования. Один он просто не справляется. Поэтому сейчас в каждом муниципальном образовании у нас практически есть центр тестирования. Все-таки какие-то претерпевают изменения, наверное, сдача ГТО, нормов каких-то. Сейчас, в этом году, какие-то изменения были внесены? А было очень простое исследование. Когда в 2014 году проект был пилотным, предложили там некоторым областям провести по тем нормативам. Кто-нибудь сдал? Ребята сдали. Ребята сдали. И просто люди увидели, что большее количество нормативов не сдаются. Почему не сдаются? Не готовы на все лидии? Я думаю, что вот эта сидячая наша и ленивость вот эта, оно пришло к тому, что нормативы-то те уже были для нас сложноваты. И поэтому здесь можно было говорить о том, что а нам что, слабо, что ли? Вот мы говорим, нормативы ГТО, нормативы. Какие нормативы необходимо сдать? Во-первых, давайте говорить о том, что у нас есть 11 ступеней. 6 лет и 70 и старше. То есть это большой период жизни, который вы можете сдавать нормативы постоянно. И в каждом этом возрасте будут свои нормативы. Но есть обязательные нормативы, есть нормативы по выбору. В обязательные нормативы всегда входят. Это, конечно же, скорость, бег 30-60-100 метров, гибкость, это наклон. Дальше сила, это подтягивание, либо отжимание, либо гиря, то есть там варианты есть. И есть вносливость. Полтора километра, километра, два километра, в зависимости от возрастных основ. Это основные нормативы, которые сдают все. А дальше идут по выбору. Там есть и скандинавская ходьба, и есть поход, и есть плавание, и стрельба, и есть там, что у нас еще, так, на вскидку вспомнить бы еще, какие там есть, метание есть там на дальность. То есть вы выбираете определенные нормативы, и в зависимости, где-то в каждом возрасте по 13-15 нормативов. Из них 4, и остальные по выбору. Где-то 9-7 нормативов дается для того, чтобы получить знак. То есть это бронзовый знак, да? Правильно? Нет, любой знак, золотой, серебряный, вы проводите там 9 нормативов из 13, и если вы сдаете их, как положено, на определенные нормативы, то вы получаете знак уже. А отличие между мальчиками и девочками есть такое-то, да? Конечно, да. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Вот я человек без сдачка. Я хочу получить сдачок, любой, неважно, учитывая свои физические особенности, что мне необходимо сделать? Какие вот мне шаги необходимо совершить? Самое первое зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Делается очень просто. Прям набираете в интернете ГТО, появляется там регистрация. Нажали, заполнили анкету, вы получили свой номер такой. Дальше в базе данных вы появились и в центре уже региональном тестировании вы тоже появились. Вы там же можете посмотреть адреса, ближайшие к вам, к дому вашему, и позвонить ребятам и узнать, когда можно вам в удобное время сдать нормативы. И какие вы будете сдавать нормативы? Тоже вы выбрали все. Потом спокойно приходите в определенные дни, сдаете их, и если все нормально, то после того, как вы сдадите последний норматив, проходит определенное время, это приказ, там все оформляется, вы получаете. И после каждого норматива на сайте, в своем личном кабинете, вы видите, какой знак вы уже имеете. То есть заранее я могу уже знать, на что мне рассчитывать. Калькулятор такой, калькулятор там. Первый сдали, там серебро, о, второй сдали норматив, там суммироваться. А потом какой-то средний вычленяется, то есть чего больше, да? Да, но эта машина все делает, там калькулятор работает, нормально. Мы с вами до начала программы немножечко поговорили о том, что все-таки эти, сдача этих нормативов проходит не в один период. Конечно. Насколько растянута? Сколько, какой промежуток проходит? Я сдавал совсем недавно, где-то получилось, я начал сдавать в отпуске, это был июль месяц, июль-август, сентябрь, три месяца я сдавал. Что сдавали? Значит, сдавал я гиря, сила была, гибкость, наклон вперед, два километра сдавал, сдавал я, значит, получается, скандинавскую ходьбу, поход, еще. Поход, вот мы несколько раз уже произнесли поход, я все не понимаю, что значит сдать поход. Я понимаю, что такое пробежать за определенное время, прыгнуть с такого-то расстояния, а поход? Есть норматив однодневных поход, минимум пять километров вы должны пройти, это раз. Дальше в этом походе вы еще сдаете навыки туризма, то есть костер развести, палатку поставить, приготовить пищу и так далее, то есть вот это в течение одного дня вы это проводите. Мы с вами еще несколько раз говорили о том, что есть какая-то градация значков, бронзовый, серебряный, золотой, в чем разница, в чем отличие? В нормативах, то есть если вы сдаете нормативы определенные на вот золотой знак, они более высокие нормативы, да, на серебро будет поменьше, на бронзу будет еще меньше нормативы. У нас в регионе большей частью интересуются нормами ГТО, наверное, молодежь? А это всегда было, согласитесь, что спортом занимаются в основном, да, физкультурой занимаются именно в этом возрасте, потом как бы немножечко уходит, поэтому здесь скорее всего и по статистике мы понимаем, что школьники, студенты, да, это основная категория, кто сдает нормы ГТО и занимается физической культурой и спортом. Во-первых, там есть обязательные занятия физкультуры, что в студенчестве, что и в школе, также есть еще и дополнительные секционные там и так далее занятия, поэтому здесь основная масса, конечно. Ну, молодежь, наверное, не просто так еще стремится получить значок. Это сейчас модно. Ну, модно сейчас... И это всякие бонусы. Да, модно сейчас стало, скорее всего, быть здоровым, сильным, красивым. Это сейчас стало повсеместно. Это пропагандируют там звезды, кино там и так далее, и поэтому многие сейчас этим начали заниматься своим здоровьем. А что такое свое здоровье? Это правильное питание, это физические упражнения, это хороший сон, то есть это все в комплексе, и люди стали понимать, что это можно сделать. Поэтому это стало более популярно именно вот на этом фоне. Быть здоровым. Ну, вот год проживаем мы нелегкий, что предыдущий, что нынешние, все равно какие-то ограничения, ограничительные мероприятия. Как с популярностью сдачи этих норм в Орле в регионе обстоят дела? С годами популярность растет. Вы как-то отслеживаете статистику? Ну, во-первых, не мы даже отслеживаем, а всероссийский комплекс, рейтинг составляется в каждой области, какое место вы занимаете по сдаче норм ГТО. На данный момент в Орловской области около 690 тысяч жителей. Мы сейчас занимаем 71 место в Орловской области, рейтинг по сдаче норм ГТО. Это, конечно же, далековато. Но, в принципе, у нас первая была проблема, что несколько лет назад у нас был один всего лишь центр тестирования. Сейчас их 21. А что такое центр тестирования? Это, во-первых, спортивные сооружения и площадки, доступные для занятий. То есть их построили. В каждом районе практически есть такие сейчас площадки, они строятся и сейчас. Сейчас достаточно много их строится. Это специалисты, которые подготовились, аккредитованные, которые могут принимать нормативы. То есть теперь у нас есть, будем так говорить, инфраструктура, которая теперь спокойно может принимать эти нормативы и готовить к этим нормативам приемки. Поэтому я думаю, что сейчас, наоборот, будет больший всплеск сдачи норм ГТО. А до этого просто не было, будем так говорить, условий создано оптимальных. Сейчас это намного удобнее, намного доступнее. И я думаю, что сейчас мы с 71 место подойдем. Сгонем, да? Да. А все-таки давайте про бонусы поговорим для тех, кто имеет этот самый заветный значок. Ну, все люди разные, и бонусы можно рассматривать по-разному. Кто-то, например, говорит, что я не могу сдать норм ГТО, дай-ка я попробую. Это борьба с самим собой. Да, конечно, целеустремленность, я хочу сдать. Или те же спортсмены, они могут сдать или нет, правильно? Если я спортсмен, я вообще могу нормативно сдать. Я пловец, понятно, плавание я сдам. А все остальное? Первое. Второе, конечно же, при поступлении сейчас во всех вузах есть дополнительные баллы, если у вас есть знак ГТО. Это пусть мелочь, но приятно. Но порой она решает судьи человеческие. Да. Дальше. Студенты. Сейчас есть повышенная стипендия за достижения в спорте. И вторым пунктом правительство дало возможность получать стипендию людям, которые сдали нормы ГТО. То есть во время студенчества я сдаю нормы ГТО и подаю документы на повышенную стипендию. И если я там в рейтинге попадаю, то я могу получить стипендию повышенную. Это тоже хороший бонус. Многие сейчас, так сказать, руководители организации бонусы дают своим людям, которые сдали нормы ГТО. Да вы что? Да. Может быть, какая-то небольшая премия, может быть, какое-то поощрение, но тоже это есть сейчас. Мы с вами еще затронули тему о том, что спортсмены сдают в Орле, в Орловской области сдают спортсмены нормы ГТО. Зачем? Вот еще раз говорю, реально хочу узнать, я готов сдать нормы ГТО? Я спортсмен, вот игровик, да, я футболист, например. Могу ли я сдать там плавание или там лыжную подготовку? Ну, а какие-то вот интересные ситуации у нас в наших центрах сдачи нормы ГТО были? Может быть, какие-то там рекордный бег, рекордный прыжок? Последний был сейчас Евгений Харин, если вы слышали. Видели, слышали. Пожалуйста, установил рекорд нормы ГТО в прыжке в длину с места. Это наш выпускник как раз нашего университета. А вот так, с летом можете озвучить, какие все-таки нормативы по опросам, может быть, вы знаете, считаются самыми сложными, трудными, с чем приходится сталкиваться? У каждого, кто сдает, у него есть какой-то свой сложный, а какие-то он сдает в лед. Например, для меня было сложно... Ну, по статистике, может быть, есть что-то? Для меня было сложно все-таки, да, выносливость. Два километра, три километра, там, полтора километра, вот для меня лично. Для меня не было сложно, например, поднять гирю там или сделать гибкость. Для кого-то гибкость сложна, потому что это такой природный, будем так говорить, качество физическое, поэтому здесь, например, девчонкам легче гибкость дать, а ребятам нет. То есть здесь нельзя сказать, ну, он такой, знаете, сбалансированный. Стрельба, лыжные гонки, скандинавты. Как же подготовиться к стрельбе? Стрелять, в тир, ходить, стрелять, готовиться. Как вы вообще, вот расскажите про свою историю, как вы стали послом ГТО в Орловской области? А, как я стал? Да. Ну, мне позвонили из управления по физической культуре и спорту Орловской области и сказали, вы такой активный, вы такой, прям там, не хотели бы вы стать послом региональным? Я говорю, а почему бы и нет? А что для этого нужно? Ну, нужно там вот документы какие-то там это и поехать в Москву и представить нашу Орловскую область. И если вы готовы, то вы можете стать. Я говорю, хорошо. Я все подготовился, документы, приехал в Москву, мне вручили мой сертификат посла ГТО и сказали, вперед, развивайте, пропагандируйте, участвуйте и все будет отлично. Вот пропаганду. Как вы этим занимаетесь? Может быть, в школах более подробно рассказываете о том, что это хорошо, это надо, это вам же поможет в будущем? Разные варианты. Открываем площадки, в школах выступаем, выступаем перед студентами, выступаем на всяких фестивалях, когда уже собираются, да, то фестивали ГТО проводятся в каких-то районах и так далее. То есть мы приезжаем, мы рассказываем, мы поддерживаем, мы вручаем награды там и так далее. То есть наша задача именно вот говорить о том, что поддерживать свою физическую подготовку в течение жизни, это круто, это классно. А какие-то вот масштабные всероссийские фестивали ГТО проводятся? Конечно. То есть съезжаются лучшие из региона? Как это? Вот вы были? Последние были игры ГТО, в которых участвовало очень большое количество регионов. Орловская область? И Орловская область тоже участвовала, но там не только именно сдавали нормы ГТО, команды, да, и там участвовали в играх, но еще и конкурсы болельщиков там были, там, то есть там целый опять, целый фестиваль, который подразумевал не только сдачу норм ГТО, но и разные формы. Ну вот все-таки про сдачу, мы вернемся. Там, получается, регионы соревновались между собой, спортсмены между собой или именно представители? Это именно представители региона, которые уже имели знаки ГТО, то есть они знали, то есть понятно, поехали туда золотые ребята все, которые имеют золотой значок, команда собиралась из-за юношей и девушек, и там уже выяснялось, кто же все-таки сильнее. Уже здесь уже как спорт был. Здесь уже не просто нужно было нормы сдать, а сдать их лучше, чем остальные, чтобы выиграть. Лучше, чем ты сам тогда? Да. Какие у нас перспективы развития вот этих норм ГТО в регионе? Есть ли они? Какие у вас планы на будущее? Ну, планы очень большие. Первое. Нужно, конечно, создать условия, инфраструктура, чтобы все площадки были доступны для подготовки к этим нормативам. И обязательно, чтобы центры тестирования были в каждом районе, и где ты мог спокойно в ближайшее время прийти и сдать их. Это самое главное. Если это будет, то, в принципе, дальше просто-напросто да. А если мы будем пропагандировать на различных площадках нормы ГТО, люди захотят пойти, попробовать себя сдать и поучаствовать в этом комплексе. А в идеале это вернется к советским временам? Когда это было... К советским временам мы уже не вернемся. Я имею в виду по сдаче нормативов. Массовой сдаче нормативов. Я думаю, что мы уже по России как бы почти вернулись к этому. Потому что есть регионы, которые там просто не тысячу, а сотнями тысяч сдают. Валерий Вячеславович, заинтриговали. Да, но это регионы-миллионники там, понятное дело, что там больше районов, больше центров, больше, будем так говорить, народу сдают, понятное дело. Но, в принципе, если говорить сейчас по России, это большой охват очень. А в этом году у нас в регионе какие-то еще новые центры и площадки появятся? Да. Уже строятся? В каких регионах? Я сейчас не могу сказать, какой район точно выйдет на первую. Но последнюю вот сейчас мы сдали и сделали отличную площадку в Крамском районе буквально месяца два назад или месяц назад. Шикарная площадка, отличные тренажеры. Там можно и готовиться, и сдавать нормы ГТО. Я сам был на открытии. Просто вот такая площадка. Валерий Вячеславович, спасибо. И в Орловском районе открыто, в городе Орле. Сейчас в детском парке вот тренажеры открывают, делают. Там тоже будет возможность. Все будет именно подстроено на то, чтобы свободно, доступно можно было готовиться, заниматься физической культурой и спортом. Столько с вами поговорили, что мне теперь стыдно, что я без значка придется идти сдавать. Спасибо большое, что пришли и поговорили со мной. Спасибо вам. До свидания. До свидания. У нас в гостях был посол ГТО в Орловской области Валерий Бойко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова